Всем привет, друзья! Вы на канале Мотониндзя. Классически наступила зима, уже многие поставили свой мотоцикл на зимовку. Ну а я отправил его в очередной раз в места, где климат более благоприятный в России. Это Краснодарский край. И знаете, о чем я подумал? А можно ли не закрывать мотосезон в России? Возможно ли это кататься круглый год? Именно для выяснения этого вопроса мы отправились с командой в Краснодарский край. И первый город, в котором мы познакомимся, это Анапа. Ну что ж, встречайте! Анапа. Курортный город, находящийся в юго-западной части Краснодарского края. Здесь лесистые кавказские предгорья сменяются цветущими долинами. Климат города средиземноморский. Средние показатели температуры выглядят примерно так. Например, во время нашего визита в Анапу в ноябре месяце температура воздуха составила 20 градусов, что превысило средний максимум для этого времени года. Население города на 2021 год составляет 94 тысячи человек. А агломерация, то есть ближайший пригород и населенные пункты, 212 тысяч. Пожалуй, здесь стоит отметить, что в Анапе существует песчаный пляж. Чем может похвастаться не каждый курортный город в России. Друзья, поскольку в городе Анапа, в нашей стартовой точке, нет отделения транспортной компании, к которой мы отправляли мотоцикл, нам пришлось отправить мотоцикл в ближайший город, населенный пункт, который называется Новороссийск. Он находится в 50 километрах от города Анапа, поэтому сейчас мы стартуем за мотоциклом. Приехали в транспортную компанию, чтобы забрать мотоцикл. И что вы думаете? Сегодня у нас День народного единства. 4 ноября, все закрыто, блин. Где-то зато, знаете, сейчас идет снег, например. Особенно в Сибири где-нибудь, знаете. А здесь, смотрите, 4 ноября. Кайф. Мы лоханулись. Мы лоханулись. Поэтому забирать мотоцикл мы поехали уже на следующий день. На тебя хорошо идешь. Да, скажите. Да уж, конечно, так неаккуратно мне еще ни разу не распаковывали байк. Но, тем не менее, я был рад его видеть, что он все-таки доехал. Кто-то пили снялся, он не пройдет. Нет, вот это вот. Да нет, это мало. Это пока не надо распаковывать, говорю. Вот это сними. Это сними. Ну что, все, готов. Поскольку по безопасности транспортировать мотоцикл необходимо без жидкостей, мы вовремя сориентировались и слили бензин со второго мотоцикла Жени. О, смотрите, полиция. Аня, что с ними? Не реагирует. Никак. Какой-то он неприветливый. Ну ладно. Сочинская полиция повеселее будет в этом плане. Ну что ж, если говорить о дорогах в Анапе, то в целом они до довольно-таки хорошего качества. Да, трафик местами высокий. Некоторые шоссе загружены периодически. Как и в любой другой курортный город, в котором я был по побережью, постоянно идут пробки. Оно и логично. Машин с каждым годом становится все больше. Людей переезжают в Краснодарский край и в курортные города все больше. А улицы, вот эти вот, этих маленьких городков, они не предназначены, конечно, для такого обширного количества машин. И вы думаете, если бы люди пересели на байки, то много бы поменялось? Да нет, на самом деле, просто улицы бы наполнились бы тупо мотоциклами. Стало бы еще их больше, потому что мотоциклы дешевле, они занимают меньше места. Тут бы кишило все, как, знаете, в каком-нибудь Китае или в Индии этими байками. Но, видите, в России экономика устроена таким образом, что все-таки большинство людей могут позволить себе машины. И такой уровень комфорта, как машина, у нас все-таки преобладает, нежели двухколесный транспорт. Большой вот такой торговый центр под названием Красная площадь здесь имеется, со всеми различными магазинами. Так что можно здесь закупаться. Кстати, интересный факт. В прошлый раз, когда я приезжал в Анапу, это движение здесь было двусторонним, а теперь оно двустороннее. То есть дороги здесь перерисовывают, разметку переделывают, все для того, чтобы пробок было меньше. Если это видео смотрят Анапцы, я думаю, так называются граждане Анапы, то напишите обязательно в комментариях, стало ли меньше пробок из-за того, что здесь дорогу чуть-чуть переделали. Очень интересно. Последние несколько лет я зимовал с Джесси вместе в Сочи, но в Анапе я в этом году впервые. И знаете, что вам скажу? Анапы, я думаю, это те же самые Сочи, только лет 10 назад, до того, как в Сочи прошли Олимпийские игры, и туда вбухали нереально бюджета, там все покрасили, озеленили всякими пальмочками, привели, в общем, город такой, знаете, немного в лухаревит, что, конечно же, повысило стоимость недвижимости. Что касаемо климата, чтобы вы, друзья, понимали, в Москве сейчас 2 градуса, холодный ветер, снег с дождем. В общем, мерзкая такая погода достаточно. Здесь же в свое время плюс 20 градусов сегодня на термометре, на мотоцикле реально жарковато. То есть в Москве, например, в столице, да, уже не поездишь, сезон закрыт. Где-то в Сибири, в Омске я уже как бы вообще не говорю, конечно же, там уже лежит снег. Здорово. Это ты там поговорить хотел? Здорово. У тебя вообще просто пышка. Что говоришь? Такой канал пышечный. А, я думал, ты это угостить хочешь, похавать что-нибудь. Все, красавчик, красавчик, бро, давай тогда что. Будут проблемы, решай, короче. Езжайте еще и буду его кислить. А, хорошо. Бля, бля, я отстегаю, бля. А, заряд, да? Бля, я отстегаю. Красава, красава. Многие из вас, друзья, спросят, ниндзя, как же нам добраться до Анапы? Спусков, на самом деле, очень много. Начиная от наземных, такие, как поезда. А также есть аэропорт и собаки. Ты шутишь, ты мне на стене отвечаешь. Так я приехал по этому к тебе. Да? Ну. Я работаю, да? Да, здорово. А что ты делаешь здесь? Регистрация, посадка пассажиров на борт. То есть, когда я буду отсюда улетать, ты меня, короче, самое лучшее место мне выделишь. Когда будешь улетать. Два часа лета с Москвы и ты в Анапе полторы тысячи километров. Билеты сколько стоят, кстати? Три тысячи. Три тысячи рублей, это в среднем цена. Встретили с Джеку, он местный житель, живет уже здесь восемь лет, переехал с семьей. Кстати говоря, а мы об этом пишем фильме, допрочим, о переезде. Ради бога. Ну и как тебе здесь? Вполне. А ты откуда сам? В Красноярск, в Сибири. Холодно там? Сейчас, да. Я в Красноярске не был, но... Завали. Мы ее сейчас застрелим. Фоторужьем. Все, достаем ружье. Что ты делаешь здесь? Регистрация, посадка пассажиров на борт. Как тебе на самом деле здесь живется? По сравнению с Сибирью? Охуительно. Ты бывал в других городах, каких-то по побережью? Сочи, может быть, Геленджик. В Геленджике я в Новороссийске, в Сочах, в Адлере. Ну, в Краснодаре, на непобережье она бывала. На побережье где тебе больше всего понравилось? На побережье больше в Геленджике. А жить тебе лучше? Где твоей жопе комфортнее, блядь? В Анапе, ты хотел сказать. В Жеке тоже мотоцикл есть? Точнее, был? Был. Чё с ним? Разбил? Продал, нет, продал. Да ладно, пропил по-любому. Нет, продал. А чё ты был за мотоцикл? РФ 600. РФ 600? Сузуки. Сузуки, спортбайк. Да. То есть, ага, спортовод, наш. Охуенно. Чё с девчонками здесь нормально? Тебе летом охуенишь. Я тебе серьезно говорю. Я всегда думал, что Анапа это курорт для стариканов. Нет. Для стартеров. Нет. Вообще? Никак. Молодежь есть? Да хуя. Ейте, друзья, в Анапу. Отдыхать и жить. Чё, Жек, спасибо тебе. Давай. Рад вас встречи. Давай. Когда заберут лететь, короче, это. Напишите. Я абсолютно не отвечал. Все, погнали. Друзья, ну что ж, мы приехали на первую достопримечательность, которая находится непосредственно вблизи Анапы. Это 800 ступенек. И да, возможно, вы удивитесь, но кроме ступенек здесь просто больше нихрена нет. А самый смысл в том, что люди сюда приезжают и проходят эту тропу здоровья. И тот, кто спустился и поднялся, соответственно, тот красавчик. Я уже так сделал, честно сказать, спускаться несложно. Ну, а подниматься нужно в несколько заходов. Благо, на этом всем участке есть такие вот площадочки специализированные, где находятся скамейки, где вы можете отдохнуть, перевести дух и подниматься дальше. В целом, интересно, красиво. Особенно вода. Вода здесь просто прекрасна и очень чиста. Внизу располагается пляж, на котором в сезон люди, соответственно, купаются. Честно говоря, мне больше нравятся вот эти пейзажи вдоль побережья. Здесь также можно проехать на байке. Конечно, лучше на кроссовом, но мы попробуем это сделать сейчас на моей джессе, на спартухе. Челик, смотри, подсними его максимальным крупняком. И тут мы заметили, как парнишка поднимался прямиком по горе. Мне кажется, знаешь что? Он что-то потерял. 500 рублей, может, пока он спускался, я не знаю. Или что-то уронил. Может, сигу. И тут же этот парень, увидев то, что мы снимаем достопримечательности, предложил нам заснять его спуск еще раз. Вы только посмотрите. Парень без всяческой страховки производит прыжки прямиком с горы вниз. Прямиком в ад нахуй! Лишь одно неверное движение и... Спеши пропал. Честно сказать, я многое видел в жизни, но такое впечатлило даже меня. А я думал, что мотоциклисты рискованные ребята. Ну что, друзья, я продолжаю свой репортаж от первого лица. И теперь мы уже будем его продолжать на байке. Кто-то на пикниках, кто-то, короче, чилит. Люди отдыхают, приезжают. Ну вот, понимаете, да, вот зима. Вот так вот выглядит зима в Краснодарском крае. Люди ходят налегке, на лайтах. Разумеется, вот эти перепады, конечно, высот здесь GoPro не передаст. Любая ее версия. Но, тем не менее, я вам скажу, что сейчас мотоцикл находится чуть ли... Ну, не вот в таком вот положении. А, это да, спасибо. Тропа здесь непростая, я вам скажу. Но красиво здесь, красиво. Представляете, да, друзья? Говорят, спортбайки не предназначены для бездорожья. Но ничего подобного, я вам скажу. После таких поездок, скилл прокачается у вас просто на максимум. Женя просто крадется. Я, на самом деле, тоже, потому что, ну, байка реально почти в 80 градусах наклонен. Это реально непросто. Стой, 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 Жека, стой! А-а-а-а! Стой! А-а-а! Стой, подожди, у меня мотоцикл скатывается. Стой! Пошел! Тур эндуро! Чтобы вы, ребята, примерно понимали, действительно, мотоциклы здесь почти вот так вот стоят. Но, тем не менее, мы проезжаем на ура. Ну, что я вам скажу. Дороги в Анапе нормальные. Такие, знаете, из горной породы. В целом, ездить можно. Можно. И даже нужно. Да, согласен. Здесь на кроссовой технике было бы с кайфом. Потому что она легче, подвеска работает намного мягче. И кайфа получаешь значительно больше. Но! Мы имеем то, что имеем. И, как бы, я уже сто раз вам говорил, что спортивные байки это супер универсальная штука. Вы смотрите, как можно просто прыгать. Красота! Виды, друзья, бомба! Это того стоит, чтобы сюда, как минимум, приехать и на это все посмотреть. Все вот эти вот породы скал. Все вот эти вот горные породы. Они, конечно, многих вдохновляют. Многим радует глаз. В том числе и мне. Поэтому мне очень классно лицезреть на такие пейзажики. Привет, привет, привет! В своем инстаграме я объявил в сториз, что наша команда приехала в Анапу. Поэтому все мотобратья, всех приглашаем. Встретиться, увидеться, познакомиться. И, наконец-таки, пообщаться. И узнать, каково все-таки жить в прекрасном городе Анапа. Итак, друзья, ну что ж, мы встретились с мото-анапской братвой для того, чтобы пообщаться и узнать у них, как здесь вообще обстоят дела с мото-движухой, как здесь происходит мото-жизнь. Здорово! Сергей! Ниндзя! Ты откуда сам? Местный или приехал? Сам местный, с города. Скажи, как у вас здесь, например, с мотобатом? Есть, присутствуют, да, соответственно, работают. Более 50 мотоциклов выделено на юг России. То есть мы увидим, что мотобат появится везде? Потому что регионок сейчас, конечно, мало, где он есть в целом. Надеемся, что он будет помогать, чтобы он будет выезжать оперативно, помогать, соответственно. Ты как давно сам катаешься? Катаю очень довольно давно, года 2004-го. Какой-то осознанно я сел на мотоцикл и, в принципе, сам начал учиться конкретно технике вождения, как-то уже осваивать уже город, загород. А до этого, в принципе, катал, как, в принципе, и многие, это мопед, это какой-то там малоаккубатурный мотоцикл. Ну, особо не придавал к этому значения. Какой длины здесь вообще у тебя мотосезон есть? В зависимости от погоды, в зависимости от температурных перепадов. Бывает даже, ну, вот у меня по истории своего, как бы, скажем, такого опыта, более 10 дней максимум мотоцикл стоял. Ну, это, например, это там смартфон, ноябрь, февраля, декабря или... Круглый год, 10 дней только мотоцикл стоял. Вообще, то есть, постоянно? Да, в обед, в такую погоду хорошую, комфортную, приезжаешь домой, быстренько одеваешься, термушку, мотоцикл прогреваешь, все в щадящем режиме, асфальт хороший. Это на спорта, я имею в виду. Чапиристы вообще катают постоянно. Как здесь, в Анапе, с запчастями, с расходниками, с мотосервисами? Сервисы есть, сервисы проверены. Ребята работают тоже давно, давно в теме. Взрослые, я имею в виду, старые, опытные байкеры. Пандемия, деньги, да, валюта все скачет, и это нехватка, а пленая сказывается на запчасти. Я думаю, даже и в конкретных городах нет такого конкретного, что вот пришел и много-много всего есть. Понятно, под заказ есть, детали есть? Под заказ есть, что-то есть, да, надо все узнавать. Да, надо взаимодействовать, и где-то между собой, между байкерами, как бы общаемся, чтобы именно какую-то деталь быстрее найти. Как уживаться здесь, если переехал, например, как здесь вообще дела с работой, например, в Анапе происходят? Постоянно ли она есть, вообще есть где работать? Вопрос, скажем так, штучный, в зависимости от специфики профессии и самого человека, насколько он мобильный и коммуникабельный непосредственно к среде. Так как город-курорт и живет, в принципе, зачастую летом, в принципе, как власти делают и как местная администрация нацелена, развивают, поддерживают именно круглогодичный период отдыха, чтобы как бы это все взаимодействовало. Ну, это, конечно, гостиничные отрасли, отрасли питания, в первую очередь, какие-то, может быть, маленькие дела, то есть, это, может быть, какое-то производство маленькое. Люди открывают, люди двигаются, это все, в принципе, довольно современно, потому что люди даже где-то в глубинке открывают какое-то маленькое дело, ставят цех, аппаратуру, как-то интересуются, взаимодействуют, берут брейдинг. То есть, это, в принципе, все взаимодействует. Нет такого, что конкретно сейчас, конкретно город Москва, она как бы рулит или Питер, или как-то запчасть долго можно найти, все решается. Я знаю много токарей, мы общаемся с Нижним Новгородом, с Крымом, с Краснодаром, то есть, все это взаимодействует, с ДЭК, все работает отлично. Ну, руки-мозги есть, конечно. Да, да, да. Я почему-то заметил, кстати, руководитель, непосредственно, Мотанапа, информационная, я имею в виду. Ты? Ты руководишь Мотанапа? Ну, информационно. Там ходит много людей, все между собой общаются, вот ребята, Новороссийск, мы обсуждаем определенные моменты, даже, я имею в виду, по тебе посты сделать, мы между собой там это зондировали, как правильно это сделать, текстовочку, все грамотно, чтобы все были в курсе максимально возможным, это как бы осрединено в этом плане было. По мотоциклистам, как правило, я имею в виду, людям, те, которые в теме, это лучше, я имею в виду, чат и, соответственно, взаимодействие, опять же, потому что, если ты приезжаешь сам, да, ты можешь как бы нарваться на дорогие цены, на какой-то мошенников, все это вот в таком формате. Это как везде, в принципе, есть, но если ты в теме, и ты через своих, как бы свой, да, по сути, нормально все, то, конечно, ты обращаешься, тебе как бы подскажут, помогут, где-то даже дешевле сделают, где-то порекомендуют правильно и качественно, именно ты подойдешь, и тебе, в принципе, много чего, как оно и должно быть, на самом деле. Если ребята захотят переехать, например, сюда, для того, чтобы жить, кататься круглогодично, то они могут, в принципе, обращаться, да, ваше мотосообщество. Для этого и существует, конечно, да, да, да. Есть также мото-анапа, мото-новороссийск, мото-геленджик, мото-сочи, мото-краснодар, да, да, обязательно. Где хранить здесь техникум, где хранить мотоцикл, потому что я знаю, что здесь возникают дожди, где можно просто смыть у некоторых ребят, там смывать техникум. Где вы храните здесь техникум, мотоциклы? Такого, как смывают, нету, на самом деле, тут, в принципе, довольно грамотное строение. Тут, если есть какие-то проблемные зоны и участки, я имею в виду, где непосредственно районы, где там, да, подтопляемость, то есть по геолоказу, я имею в виду, вверх-вниз, то есть дороги, вот, всякие такие проблемные, это, да, имеет место. А так, по сути, гаражи, все стандартно, дворы, все охраняется, все, камеры стоят, все современно довольно живут. Ванапа подтапливала буквально, это низкие самые площадки, это непосредственно территорию моря, то есть, я имею в виду, такие вот прямые участки, где непосредственно вода легко могла зайти. Анапа не страдает потопами. Да, есть свои плюсы. Человек приезжает, хочет поселиться в Анапе для того, чтобы не закрывать сезон. Здесь есть аренда мотоцикла где-то, чтобы он примерно приструнился? Да, есть. Ну, не обязательно называть ее фирмой, но вообще в целом. Есть, да, проверенные ребята, которые следят за техникой, то есть техника обслужена на добротном состоянии. И не только дорожных, тут и эндуро, и тур, и тут и джиппинги, ну, все есть. А сам на чем гоняешь? Джиксер К-8, а 70 кубовой. А, ну, как у меня. Так, ну и в заключении, Серега, спрошу тебя, что посоветуешь ребятам, которые захотят переехать сюда жить и не заканчивать мотосезон? Ну, во-первых, это обращаться за благовременно, потому что каждый вопрос, каждый ситуация требует времени. Время, самый главный наш, ресурс, конечно, гнаться и спешить не стоит. Но обращаться в информационные источники, самое главное. То есть, да, тут взять разбег, допустим, по ценам. В зиму цены одни, летом другие, все по условиям меняется, вплоть можно даже приехать с чемоданом или на мотоцикле, и просто остаться просто даже без комнаты. То есть, настолько вот все сложно, бывает забито. Плюс сейчас еще определенные ограничения, сам знаешь, пандемия немного, да, мешает нашему мотосезону. Так, ну, решили обращаться заранее. Да. Что еще? Допустим, по кошельку и по удобству. То есть, есть заведения очень дорогие, есть, соответственно, в принципе, приемлемые. Есть пригород, есть город. Это очень сильно бьется и по недвижимости в целом, и по условиям проживания. Спасибо тебе. Да, рад тебя видеть. Все, погнали мы, дальше. Ну что, друзья, а сейчас мы заправим мотоцикл и отправимся к местным достопримечательностям, в долину Суко и Большому Утришу. Как же удобно, что теперь можно заправляться, прямо не заходя в здание. Просто пару кнопок нажал и через навигатор заправил мотоцикл. 21 век. Друзья, какие красивые пейзажи, посмотрите. Смотрите, еще и все это в туманности такой, в утренней дымке. Красота. Что, друзья, серпантинник здесь неплохой, я вам скажу. Здесь можно хорошо так поездить, и трасса здесь очень незагруженная, потому что вот эти два населенных пункта, в которые мы едем, в Суко и Большой Утриш, они тупиковые. Так, друзья, смотрите, здесь есть какая-то первая смотровая. Давайте заедем, посмотрим, что здесь. Интересно. Беседочка такая. Круто, круто, класс. Местечка интересная, одна из смотровых. Здесь таких будет еще много встречаться по пути. Въезжаем в Суко. Вот так вот он интересно выглядит. Он находится среди больших таких достаточно высоких гор. Сейчас уже, конечно, они такие больше золотистые. Здесь так низко облака, друзья. Это просто невероятно. Я сейчас вижу, вот знаете, что прямо здесь вот солнце, оно светит через эти облака. Вон там вот есть, через перевал переехать, там уже будет солнце. Здесь же вот облака настолько низко, что до них можно как будто дотянуться рукой. Это просто невероятное зрелище. Мы увидели там заброшенные здания, поэтому решили именно оттуда сейчас запустить квадрокоптер. Ну а чтобы чуть-чуть скрасить утро, взяли вот такой еще кофеечек, запаковали. И сейчас попробуем пробраться к заброшенным зданиям. Обратите внимание, выглядит очень интересно, как будто бы вы в Абхазии. Я думаю, эти здания здесь уже как местная достопримечательность. Причем здесь не одно, здесь целых три здания. Подъезд к этим зданиям, конечно, необычный. Через лес. Дороги тут как таковой нету, но по карте она когда-то, видимо, планировалась. Эти здания строились на горе, здесь нужно действительно подниматься. Подниматься здесь непросто, потому что здесь щебенка, камушки, но тем не менее мы и поднялись. Да, здания, конечно, интересные. Но как минимум сюда, знаете, для чего стоило приехать? Для того, чтобы у тебя открылся вот такой вот отличный вид на Сукко. Судя по всему, здесь планировался многоквартирный жилой комплекс с квартирами и с видом на море, друзья. Посмотрите, какой здесь красивый вид. Так, друзья, ну что ж, мы забрались в это здание. Наконец-таки нашли проход. Какая же красивая здесь локация для съемки каких-нибудь клипов. Офигенно, посмотрите. Просто смешной. Веселый. Здесь у нас надежный. Офигеть. Сейчас забираемся на самую верхнюю точку для того, чтобы показать вам удивительный, удивительный вид сверху. И классный еще добавок. Крутой здесь каждый этаж. Он как-то на озон. Такого завершения я не ожидал. Странно. Фу, друзья, вы посмотрите. Какая красота. Какая красота. Ммм, обалдеть. Суко – это поселок, расположенный в 12 километрах к югу от Анапы, представляющий собой морской курорт на берегу Черного моря в виде различных пансионатов, отелей, а также активного вида отдыха. Например, прогулки на квадроциклах и полеты на парапланах. Что вижу я, друзья? Суко – это такой вот достаточно туристический поселок. Большинство зданий – это отели какие-то, гостиницы, магазины. В общем, все сделано для туристов. Все для комфортного отдыха, пребывания здесь. А теперь давайте отправимся, посмотрим на местный знаменитый кипарис. А дальше от моря у нас начинается такая обычная деревенька с жилыми домами. Люди здесь, видно, живут. Довольно-таки уютно здесь. Дядечки уже, старикашки сидят на лавочке. Куда бабок дели, непонятно. Куда делись бабки, Джонни? Так, ребята, решили проехать прямо по воде. Я не знаю, получит кто-то у них или нет. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Погнал, погнал. Красавцы, красавцы. Ладно, чем я хуже? Раз, и два, и три, и четыре, и семнадцать, и двадцать шесть. Блин, я передачу забыл включить. Промочил ноги. Мы не ищем легких путей. Я уверен, что где-нибудь здесь был объезд нормальный. Ну ладно. Если вы хотите оставить машину на парковку, получается у нас сколько? Двести пятьдесят рублей. Если вы хотите въехать сюда на транспорте, то с вас возьмут шестьсот рублей с человека. Поэтому мы платим по шестьсот рублей с человека и заезжаем вдоль озера. Большинство, конечно, людей идут туда пешком. Если вы хотите пройти песком, до озера это примерно восемьсот метров. Вам нужно будет пройти. Озеро Zip Line. Нам нужно на озеро. Как вы видите, даже зимой очень много людей посещает этот парк. Очень много туристов. Но это еще и связано с пандемией. Учитывая, что сейчас закрыта Москва, многие, конечно, едут отдыхать и смотреть. Но вы посмотрите, просто здесь народа полно. Друзья, ну что ж, мы добрались до долины Суко. Перед нами представлено достаточно большое озеро, где просто колоссальная очередь выстраивается для поездки на катамаране. Сейчас мы идем прямо по парку. И нам необходимо пройти приблизительно 400 метров, для того, чтобы дойти до тех самых знаменитых кипарисов. Для тех, кто только сегодня узнал, что такое кипарис, это попросту деревья, которые находятся в воде. Ну что, погнали же, посмотрим поближе, как они выглядят. Друзья, именно вот так вот выглядит та самая очередь на катамараны. Представьте, выходной день, зима Анапа. Очень много туристов. Я тут, знаете, о чем подумал? Вот, например, люди сюда приходят, стоят огромные очереди, для того, чтобы просто подплыть на лодке к дереву. Мне кажется, такое можно сделать, знаете, где в Сочи, когда там наводнение происходит? Там не только к дереву подплывешь, можно и к зданию, и, не знаю, к своему мотоциклу, который уплыл. В этом парке можно отлично отдохнуть с друзьями или семьей, заказав вот такую беседку, стоимость которой составит 2500 рублей в сутки. Друзья, ну что ж, мы добрались к кипарисам. Это то самое место, куда люди отправляются, взяв лодку или катамаран. Мы попали в то самое время, когда уже листва сменилась на такую золотистую, и совсем скоро она опадет. В чем особенность этого места? Да, в том, что это достаточно толстые массивные деревья, которые произрастают прямо из озера, к которым можно подплыть и сделать классные фотографии. Людей, как я уже сказал ранее, очень много, очень много туристов, поэтому приезжайте и смотрите. Если кому-либо интересно, данное озеро было искусственно создано людьми в 1934 году. И в это самое время здесь было посажено 32 кипариса. Друзья, если вы, так же как и мы, решите посетить этот парк осенью, то вы достанете кипарисы в невероятном исполнении. В то время, когда все остальные деревья сменят свой облик с насыщенно зеленого на золотистый, кипарисы же, в свою очередь, наполнены ярким бордовым насыщенным цветом. Добраться до этих деревьев можно на арендном катамаране или же лодке. Ну а если вы не любитель ходить вплавь, то можете так же, как и мы, насладиться, пройдя кипарисом вдоль берега. Люди так идут... Идут так вот кипишоходная зона. Что вот очередной раз показывает, что люди не воспринимают опасность от мотоцикла, потому что он меньше, чем машина. Когда будет ехать машина, даже если это будет электрокар, люди разойдутся, потому что знают, что машина давит людей. А к мотоциклам у людей такое, знаете, восприятие, типа, да, либо въедет, либо мотоцикл не убивает, не сбивает, не расчетверяет. Такое, конечно, у людей, да, мировоззрение. Так, ну что, привет. Как зовут? Дима. Очень приятно, ниндзя. Слушай, ну, у меня тогда к тебе такие вопросы будут. Скажи, ты на чем ездишь? Какое тебе соотсаждение? У меня Husqvarna Nuda, вот она стоит. Сколько гоняешь? Я на ней всего год езжу, и у меня еще было два байка до этого. Нет, вообще оптитаж. Где-то три года. У тебя мотик хулиганский, как у вас здесь вообще с мотобатом? У нас совсем недавно мотобат появился, всего год назад где-то, и останавливает вообще всех мотоциклистов. Но если с ними познакомиться, если общаться с ними адекватно, то и с тобой все будет адекватно, тебя запоминают они, и всегда отпускают, там, здороваются, кивают. Как с мотодвижем здесь дела происходят? Есть ли в Казе такая централизованная движуха, или больше все-таки ребята списываются, погнали там, маленькими группами и разъезжают? У нас есть мотопятница, каждую пятницу они катают. Вчера была? Да. Приехали, там что-то было мало народа. Да, потому что мало мотоциклистов в Анапе, потому что Анапе не подходит для мотоциклистов особо. Серьезно? Почему? Да, негде кататься. Все ребята выезжают, да? Все выезжают за Анапе. Вы сами видели, улицы узкие, маленькие, светофоров много, поэтому, чтобы кайфануть, конечно, все выезжают на какие-нибудь там серпантины или еще куда-либо. Как часто у вас разбиваются, ребята? Слушай, почти каждую неделю вижу в чате сообщение, что кто-то попал в ДТП. Обычно не по своей вине даже. У нас здесь мотоциклистов не так уж и мало. Ну, с каждой неделю на одного меньше получается. Ты сам выпадал? Да. Да, у меня было несколько ДТП, одно официальное, только вот недавно случилось. Катался на этом мотоциклистов в доставке всего две недели и тоже попал в ДТП, тоже не по своей вине. В доставке? В доставке, да, на нем. Контент снимал такой? Да. Я думаю, когда не лень будет заняться им, то он выйдет в Ютубе, на моем Ютуб-канабе. Да, кстати, у Димана есть твой Ютубчик, где-то ссылочки будут. Называется «Космосбайкеры», если кто не знал. Почти как Мотонинзи. Ну, да. Поддерживайте начинающих мотоблогеров. Ты сам местный или переехал? Я местный, я живу тут всю свою жизнь, все 21 год, пока что нету с него никуда ехать. Снимой работы есть? Мало. Обычно только на сезон она. В сезон довольно много денег все получают, но в межсезонье почти работы нету, только остается общепит. Что ты делаешь? Я сейчас работаю барменом в ресторане. Кстати, у тебя довольно редкий мод. Что с запчастями делаешь? Этот мод сделан из BMW F800, и все запчасти подходят от BMW у него. Что делаешь? Заказываешь? Можно заказать у офисалов, тут все подойдет абсолютно. Либо найти бушные детали, также от BMW. Слушай, ну и заключение спрошу, что посоветуешь ребятам, которые захотят переехать из какой-то любой части России в Анапу жить, для того, чтобы не заканчивать мотосезон? Посоветую только переехать в Анапу и не заканчивать мотосезон, потому что тут мотосезон никогда не заканчивается. Тут снег лежит всего дня два максимум, и все, и все опять выезжают. Надо съездить для начала, все же, на месяцок в Анапу, кто хочет тут пожить, и уже самому себе сказать, хочу я тут оставаться или нет. Опустировать. Да. Лиман, спасибо тебе. И тебе спасибо. Все, давай. Люблю тебя. Поехали катать. Сумую. Поедем катать. Блядь. Как, блядь? Все, 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 все. Ага, подошелся. Ну а теперь мы отправимся в Большой Утриш. Мы переместились в очередное интересное место, в очередную достопримечательность, которая называется Большой Утриш. Чем можно заняться? Ну, помимо интересных видов и отличного моря, здесь располагается очень чистый пляж, на который любят приезжать местные жители. Сейчас, конечно, не сезон, поэтому здесь купание сменилось на рыбалку. Даже я сюда приезжал рыбачить, и скажу вам, это очень увлекательно. Если вы любитель морепродуктов, то на Большом Утрише вы обязательно найдете для себя уйму различных кафе и ресторанов. И, кстати, поговариваю, что даже здесь есть нудистский пляж. Что, где там? Поехали? Поехали. Поехали. Ну что, друзья, вот мы и познакомились с городом-курортом Анапе. Встретились с ребятами с мотобратвой, которые рассказали нам о том, как здесь все-таки можно не закрывать мотосезон, и вообще в целом, как здесь жить. От себя скажу, мне город очень понравился. Он вполне подходит для круглогодичной катки на мотоцикле, для работы, для жилья и для отдыха. Поэтому, если ты хочешь переехать из холодной части России в теплую, то город Анапе – это будет классный выбор. Ну что, а мы с вами, друзья, прощаемся и увидимся в следующей серии. Ведь нам нужно ехать дальше, и следующий город, который мы посетим, это Новороссийск. Ну, а если вам понравилось, вы знаете, что делать. С вами был Ниндзя. Пока! Ребята, короче, решили замутить подгончик. О, нифига. НВРСК Мото. Блин, прикольно. Мото Новороссийск. Ребята красавцы. Так что, вноси с удовольствием, не забывай о нас, как говорится. Спасибо. Спасибо, прикольно. Во, я зачем с тобой футболки брал, блин, из Москвы. Блин, ну от души, мужики. Спасибо вам большое.